Бац, 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 уже пистолетку доиграли почти до конца, я даже не успел ничего заметить, ничего прокомментировать. Эллиан у нас убивает последнего флэша, раздиффузит бомбу, диффузит кулдаун, счет 1-0. Эллиан сделал трипл килл в этом раунде с помощью Юспа, и теперь команда защиты может закупиться девайсами. Что ж, зрителей, кстати, двое. Кто же второй, мне просто интересно. Наверное, судья сидит и строго судит команды, потому что есть подозрение, что возможно, кто-нибудь из них хоть раз в жизни, хоть на каком-то турнире гейм-шоу, я не буду говорить, что конкретно в этом, я не буду говорить конкретно кто, но есть подозрение, что возможно, какая-то из команд, одна из двух, тут вариантов не очень там. Много использовала читы. Что ж, продолжаем смотреть. Пока что защита кулдаун, решился очень много хп. Стик у нас сидит на шарте за аркой, убивает он рейджема, при этом у него самого остается очень мало хп. Эллиан сбривает финереса. Джим у нас с ямы. С ямы будет смотреть миддл. К нему никто не бежит, но представь, дернулся у него довольно-таки знатно. Флэш тем временем на банане. Ждет выхода на него кейка или же, возможно, кулдауна, но они пока что не стремятся к нему. В итоге команда атаки заходит всем вместе в сторону Б, Пуэнта, Джим, который последний бежал, прочекал Сити. Сбрил одного игрока. Эллиан заходит в спину, убивает оставшихся двоих. Счет 2-0. Ничего себе, как вода красиво разлетелась после взрыва ХАЕшки. Мне прям понравилось, знаете ли, надо сглаживания на максимум поставить, потому что это не дело. Вот, ничего не поменялось, на самом-то деле. Просто, просто черный экран вы увидели целых 10 секунд. Кадры тоже должны вроде как не упасть, потому что без разницы на моей видеокарте какое сглаживание стоит. В Нинрес у нас чекает Лонг, чекает он с боксов, с Лонг, говорю, Банан. Ждет пуша от команды... Так, надо посмотреть их теги. М5 против Кнатиков? Ух ты, класс. Автодиректор, наконец-таки, заработал. Показал, как Флэш распотрошил Эллиана. Теперь у нас еще играет Стик. Убил он Рейджема. Также пытается добить еще одного игрока, но этот игрок, а именно Флэш, уходит успешно на сейв. Отдает он, правда, своего тиммейта Рейджема. Расправляется Стик еще с одним выходившим. Это с Викой. Дальше чекает апартаменты, но игрок находится на шарте. На шарте находится Джим, на него выходит Стик. У Стика не осталось жизненной от Джима. Кейк у нас тем временем с Арки. Зашел на Лонг, господи. Поубивал он облачко крови. Шао превосходно принимает списков игроков, выходящих в его сторону. И... И-и-и-и-и-и. Счет 3-0. 3-0. Пока что команда защиты, то бишь команда М5, довольно легко забирает раунды у своих оппонентов. Вынуждает их делать экономически. Закупаются те, в свою очередь, четырьмя П-250 одним тэком. Кейк у нас играет с машины. Ждет выхода оппонентов. Они выходят на Лонг. Тут их принимает Стик. Стик делает один минус. Ему помогает Эриан, который убивает Джима. Правда, Стику жизнь не удалось сохранить. Финрес стреляется у нас с дерева. Не попадает по кулдауну. Так же, как и кулдаун не попадает по нему. Но, а тем временем, Вика успел убить топ-фрагера команды М5. Убил он Элиона, который отыгрывался с АВП. Ну, а оставшиеся три игрока уже смогли приструнить его. Элиона покупает АВП. Конечно же, жертвой этого стала М-ка от кулдауна. В принципе, кулдауну тоже могли дать М-ку. Я не знаю, почему они решили играть на Хамасе. Но это их дело. У команды же атаки пока что есть деньги. Они закупаются пока что калашами. М5 уже пропушили банан. Поняли, что здесь никого нету. Кейк заметил оппонента в мидле. Шао не отыграл свою позицию в песках. Смог сделать только один минус. Но флэш тут же разменял своего погибшего тиммейта. Вика в песках отнимает жизнь Джиму. Кулдауну. А Стик, в свою очередь, убивает Джима. Рейджи. В спине. Убивает он. Убивает он. Убивает он Кейка. Элион тут же его разменивает. Стик играет в пункте. Замечает он своего соперника. Которая осталась последней. Играл он против двоих. И Стик мужественно, качественно и уверенно зажал своего противника. Насадил в него кучу-кучу свинца. И тем самым выиграл раунд. 5-0. Беспощадно пока что забирает команда М5 раунды у Кнатиков. Кнатикам нужно что-то поменять в своей стратегии. Вроде как они даже с пистолетами неплохо так отстреливают. Постоянно забирают как минимум двоих у команды М5. Но, как мы видим, Элион в этот раз решил пропушить у нас апартаменты. Это окупилось. И теперь он также будет убивать в комнате двоих персонажей. Убивает одного. И тут же ему помогает его тиммейт Шау со спины. Элион Шау принимает. Получается, у троих игроков еще одного игрока. Успел убить Шау. Я правда не понимаю, когда он это сделал. Но он это сделал. Ну и последнего также добивает Шау. Счет становится 6-0. Только что отыгрывали Кнатики экономически. Теперь у них есть деньги на закуп. И буквально 5 секундочек я кое-что проверю. Да, все вроде как работает нормально. И записи, и трансляции. Даже мой голос можно услышать, если прислушаться. Счет 6-0. У Кнатиков есть опять закуп. Опять играет Элион агрессивно. Оп-оп-оп. Элион не попадает. Не попадает. Это стоит ему целой жизни. Убивает его Фнинерес. Но Элион нанес очень много дэмэджа по флэшу. Залетает Хаешка. Отнимает двоим игрокам очень много хаус-поинтов. Этого будет достаточно, чтобы потом убить их с помощью 3-х пульса Эмки. Замечает стик голову. Выбивает бомбу, которая бежала на него. Шау принимает игрока с машины. Слышит топоты. Убивает на кумбе также Вику. И последний Рейджем, который играет с Ланга. Застрелился в Кишау, но не смог ничего сделать против кулдауна, который отыгрывал с более выгодной позиции. Счет 7-0. И неужели... Неужели у команды гнастиков будут теперь в каждом раунде деньги на закуп? Неужели? Закупаются они уже второй раз подряд. На секундочку. Казалось бы, да? Но счет 7-0 позволяет им это сделать. В 7 раундах все-таки проиграть к ряду это очень много. Эллиан, теперь решил нас не отыгрывать, а... Бум! Это взорвались мои мозги. Я просто не понимаю, как он такое творит. Убивает с банана одного игрока. Продолжает чекать, но уже немножечко более закрыто. Ждет выхода в сторону машины. Залетает в него хаешка. Я думаю, это будет флешка. В Нинрес смотрит Миддлз. Да, кажется, будет ложиться смок. Нет, это был не смок, это была флешка. Ну и... Команды ждут, команды ждут. Вика тем временем уже потихонечку поднялся в апартаменты. Пока что еще не топнул. Не дал себе раскрытия. Эллиан все так же стоит у нас на уголочке. Ждет выходящего на него Рейджема. И очень важный момент. Очень важный момент. Рейджем сыграл немножко неправильно. Очень надолго он застопорился там. И это, конечно же, сыграло Эллиану на руку. Убил он его, в свою очередь. И вот первый минус от команды Атаки. Убивают они Стика, который играл у нас на шарте. Ну и теперь продолжает команда Атаки двигаться в сторону Ланга. Там один был флешеный кулдаун. Также отыграют у нас арки Кейк. Неужели Кейк кто отыграл? Кейк отыргует. Эллиан у нас подбегает в библиотеку. Его на чеков не нерез. Ну и теперь два в один. И как-то... Как-то... Ну... Сильно, сильно вышли команда Кнатиков. С учетом того, что их было мало. Их было всего лишь двое. Они смогли убить троих игроков. Почти забрали четвертого. Там ему не хватило буквально нескольких секунд на раздупу. Я не знаю, как это назвать. Просто не раздуплился до конца. Ну и как мы видим... Нет, все-таки не в каждом раунде будет закупаться у нас команда Кнатиков. Бегает с пистолетами теперь. И эти пистолеты работают намного лучше, чем винтовки. Убивают двоих игроков. Подбирают АВП. Подбирают Эмочку. Но тут еще есть один за баллонами игрок. Настреливает он три хэдшота. А нет, не три хэдшота. Один хэдшот и два в тело. Настреливал. В итоге ситуация два в два. Довольно-таки играбельная. Через... Нет. Церкви с конструкцией сыграла Стик. Забрал двоих игроков, которые не ждали такого быстрого выхода в их сторону. Счет 9-0. И как-то без шансов, без шансов. Вот минимум, максимум, что может сделать команда Кнатиков за сторону атаки, так это убить троих игроков. Больше они вроде и не убивали. Два в живых. Три, два, пять в живых. Два, два, два. Вот двое игроков как-то стабильно отыгрывают. Стабильно хорошо отыгрывают у команды М5. И не дают шансам Кнатикам на выигрыш. Элян у нас по-прежнему в апартаменте. Выходит на своего оппонента. Какие же он минусы творит. Просто парень уверен. Парень гвардия номер 2. Шикарно. Шикарно. В Ненарая с тем временем на банане. Что он делает? Что он делает? Куда он стреляет? Зачем? Что ты делаешь, парниша? Ну там, я понимаю, что там есть текстурка. О, господи. Вы слышите, да? Вы слышите это, да? Ну, что-то запахло. ВХ немного. Вот, вот, немножко так понесло прям ВХ-шкой. Вот, вот, внюхайтесь в этот запах. Я, конечно, могу это все спихнуть на какой-нибудь рандом. Возможно, он просто чекал позицию. Но если он игрок, который более-менее знает КС, то вроде там как бы стена. И как бы ее прострелить проблемно. И играет там очень редко. Рэйджем начекал Элиона, который выходил смотреть миддл. Ну и теперь ситуация 4 в 4 довольно-таки равная. Хотя у Джима 50 хп. Стик будет принимать с песков выходящих на него оппонентов. Убивает он Фнинреса. Включается на апартаменты. Рэйджем в фунти. Посмотрел не в ту сторону. Ну и теперь ситуация. Резко переходит в руки. Команде М5. Забирают они всех четверых игроков, которые пробежались у нас по шарту. Еще становится 10-0. Ну и вот теперь я смело могу сказать, что если так и дальше продолжится, то кнатики смогут закупаться в каждом. В каждом раунде. Уже очень много денег получают за проигрыш. Ну и команда защиты в свою очередь тоже укрепляет свою экономику Могу себе позволить сыграть как минимум 3 раунда на закупах Ну а у атаки в свою очередь таким похвастаться нельзя Но первые 2 минуса за Рейджемом Элиан разменит всего лишь одного игрока Забирает того самого дубл киллера И счет пока что, пока что численный счет в пользу команды атаки Выходят они на лонг, там есть один игрок Это Стик Не попадает он ни по кому, но вовремя чекает библиотеку А стреляет одного, второго на префах убирают Но сзади подходит Джим Стик этого не видел, даже не слышал Шау отыграет мидл, стягивается в апартаменты Ну а тем временем команда атаки уже уверена И быстрыми шагами зашла в плент Поставили бомбу за дальними ящиками Откуда играет Джим Также еще один игрок будет принимать в песках За парапетом Элиан в спине Убивают Вику Не знали где находится Элиан Элиан подбирает калаш Предпочитает мобильность в своей невероятной стрельбе Тем временем Элиан пробегает по шарту Джим, господи! Вот если бы так продолжилось, то просто бы не хватило патронов в рожке Очень сильно рисковал Джим Но это то оправдало Забрали первое очко Команда кнатиков Но АМ5, наверное, сейчас очень сильно расстроены Вдруг сейчас камбэк такой резкий И 16 раундов к ряду И все, АМ5 преимущество 10-0 свое потеряют Стик у нас готовит раскидку на банан Ай-яй-яй, не показал нам гоу-директор Куда будет лететь эта превосходная граната Элиан настреливает Райджема Который играл на выпадах В Нинерес у нас смотрит банан Туда прилетает Смок С Ланга В Нинерес больше ничего не видит Потихонечку, потихонечку парень двигается Чекает все позиции Туда прилетает Хаешка Значит там никого нету Молодец Отходит как Майкл Джексон с спиной Вперед Ну и тут Шау принимает превосход на Флэша Который имел неосторожность выйти на него Сразу же Джим разменивает Шау С Ланга его не смог забрать Игрок команды защиты Не смог забрать его, то бишь, Стик Ну и теперь для атаки очень сложная ситуация В Нинерес у нас Занимается своим КСом Но как мы видим Нет, не один он такой Команда то там пошумит, то там пошумит Но игроки защиты почему-то не сильно стягиваются Вот только один Кейк перетянулся в сторону арки Но уже возвращается обратно И я не знаю, даже с более, наверное, выгодной позиции Куда он принимает в итоге бомбу Также убивает Джима Ну и последний игрок команды атаки Вика Играл он против Кейка У Кейка было преимущество в плане здоровья И в плане позиции Как бы он выходил И тут понятно, что победа была бы за ним В большей части случаев Ну и как мы видим Благодаря тому, что команда Нинерес, хочу сказать Кнатиков в предыдущем раунде Выиграла Теперь они вынуждены делать Экономически Теперь они Даже они делают Форсбай Играет на пяти тэках Также есть раскидочка Ну и, конечно же, у всех Арморы Будет их принимать Шаоу Который находится под балконами Все выходят в дым Зачем? Зачем? На что вы надеетесь? Ребят, ну Что вы творите? Стик По информации Отстреливает рейджема И остается последний джим У которого 19 хп Господи, что творит этот Элиан? С помощью своей волшебной цзшки Вешает хэдшот по джиму Счет становится 12-1 Предпоследний раунд первой половины Кто же заберет первую половину? Большой-большой вопрос Кто же выйдет из нее победителем? Невероятный вопрос человечества О котором О котором все думают Последние десятилетия Как мы видим Команда атаки решила не закупаться Фармганами Которые они могли себе позволить Купили они себе Блаженные пистолеты Ой-ой-ой-ой Куда? Он чуть не умер только что У нас за машиной Джим также настреливает у нас Ой-ой-ой Стику Господи, какой лакешот Какой же лакешот Был только что продемонстрирован нам От Джима по стику И ситуация довольно-таки равная Даже по хелспоинтам У кулдауна 6 хп У флэша 16 В принципе И тот и другой живут до первой пули Внимерез Опять что-то чекает Что-то вот Что-то чекает Но смотрит в стены Выходит именно в тот момент Когда кулдаун Заходит у нас в библиотеку Кейк с арки Остреливает Джима Бомба будет поставлена У нас опять в закрытую Далеко Там против них Будет играть только Шау Который выпрыгнул из Песков и Вика Зачем? Ну зачем? Зачем ты так пушишь, а? Ну тебя же слышно было Ты же был виден Ну и забирает Последнего флэша Счет 13-1 И у нас последний раунд Сможет ли команда Атаки То бишь Кнатики Сделать Камбэк или нет Оставайтесь с нами Смотрите наши трансляции А чтобы быть всегда с нами на волне То подпишитесь на канал Также вступите в нашу группу Там где у нас Анонсы всех наших трансляций От нашей студии Было бы так же хорошо Если вы перешли на страницу наших спонсоров Ведь именно они и кормят Все есть наш штатный отдел Мы пока что смотрим Пока что Эллиан опять Что-то творит Что-то творит непонятное У него должен быть другой ник У него должен быть не Эллиан А Эллиан Ну знаете как типа чужой Вот Он пришелец Он не из мира сего Он не человек С таким-то скилом Игры на АВП Понимая что попала Папой Убивает Игрока Хаешкой Промахився по Джиму Джим этого не прощает Эллиан почему-то по ногам Решил стрелять В последнем раунде Оставил Джиму 13 хп Счет 4-1 И мы переходим Во вторую половину Команды пишет Гудхалф При этом Более Радостно И более Динамично Это пишет Команда М5 Кнатики Как-то им вяло Отвечает Только вдвоем Отвечает Вика Гудхалф У которого По статам Ну Такое Знаете ли 5 на 15 Килдес Радио 1 к 3 Ну Такое Мало ли Не прет пацану Чекает Банан Замечает Шаги Хотя Слышат Наверное Шаги Так будет Более Правильно Сказать Принимают У нас Под Крыльцом Под Крыльцом Куда Вика Должен был Принимать Но Не смог Он этого Сделать Видно Уже Сказывается Усталость Игроков Что Творит Жаву Рейджем На него Выбежал Наверное Там Был Опыт Играет Парень Явно Со Стелл Сириас Какими-то С Динамиками Колонками Слышат Абсолютно Все шаги На карте Фнинерес 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 Вместе С Флэшем Уже Забрали Два Их игроков Точнее Это сделал Все Флэш Флэш Прочекал У нас Мешки Ну и Кейк Скудауном Покончили С последними Двумя Игроками И после Пистолетки У нас Неожиданно Для всех Наступают Матчпоинты И сейчас Может решиться Судьба Команды Кнатиков В участии В этом турнире Эллиан Нам что-то По поводу Флэшек На большие пески Спрашивает Я понимаю Ему понравилась Эта флэшка Хочет ее Выкупить Эллиан Чекает У нас все позиции В апартаментах Никого не находит Играет он Савит Офа Лучше скажи Почему у вас Новые аки Да Все сегодня Явно недовольны Тем что М5 Закупили себе Новые аккаунты Ну мало ли Ребята могут себе На распродаже Позволить купить аккаунты Поставили они бомбу В бэпленте Стик Заметил оппонента Возле колодца Ну не смог с ним Ничего сделать В итоге Ситуация В 2-2 Правда Отыгрывает Команда Атаки Не самыми Сильными Девайсами Это 5-7 И Савидов Но Нинрес Уже подобрался Очень близко И последний Кейк Последний Кейк И флэш Противостояние Богов И как мы Видели Через дым Кейк Все-таки Смог Смог Сделать Невероятно